В деревне Гажаяк под Ухтой пьяный водитель устроил показательные выступления на мотоцикле. Опасные трюки нетрезвого лихача остановила опора электролинии, в которую мужчина врезался на полном ходу. Мужчина 81-го года рождения, находив состояние алкогольного опьянения, управляя мотоцикл Днепр, двигаясь по поселку Гажаяк напротив дома 19, не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил наезд на препятствие, опору ЛЭП, слева по ходу движения. В результате ДТП сам же и пострадал. Мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом ключицы. За пьяную езду без прав мужчину могут на 15 суток поместить под арест или наказать рублем. Также 43-летнему мотоциклисту придется за свой счет возмещать причиненный ущерб, а также заплатить крупный денежный штраф за грубое нарушение правил. Другое ДТП с участием байкера произошло на окраине столицы Коми. Двигаясь по автодороге Малая Бездная, города Сыктывкар, на втором километре данной автодороги не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил съезд дороги в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, мужчина 90-го года рождения. Его диагноз – черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом плечевой кости слева, госпитализирован. В момент ДТП был в мотошлеме. Стоит отметить, за последний год к административной ответственности водителя привлекали 48 раз. По словам очевидцев аварии, у мотоциклиста были признаки опьянения. Сейчас эту версию, кроме прочих, проверяют полицейские. Кровь у пострадавшего в ДТП мужчины медики уже взяли на анализ. Аналогичная проверка проводится в отношении водителя вездехода из Ижимского района, который также потерял управление и съехал с дороги. Двигаясь по автодороге Браколанск-Чика, Ижимского района, на первом километре данной автодороги не справился с рулевым управлением, совершил съезд дороги в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. ДТП пострадал мужчина, а до 1987 года рождения диагноз неосложненная травма шейного отдела госпитализирован. Выписано направление на медицинское освидетельствование. Оказалось, молодой человек никогда не получал водительского удостоверения. Как он оказался за рулем незарегистрированного вездехода, предстоит установить полицейским. На время разбирательств технику эвакуировали на штрафную стоянку.